Всем здравствуйте! Приветствую всех на канале Дачные Советы! Сегодня у нас 6 августа и я хочу вам показать вот такой вот замечательный цветочек это трахелиум. Посмотрите какая милота! Это воздушное фиолетовое облако. Вот эти вот еще не распустились соцветия, а вот эти уже наполовину распустились. Вот посмотрите как он красиво смотрится. Не знаю, вот сейчас очень яркое солнце и насколько передается на камере цвет, ну это просто необыкновенный красавец. Конечно у меня в этом году неправильно тут клумбочка сформирована. Обычно я трахелиум обрамляю либо гацаниями, либо низкорослыми бархатцами антигуа. Вот тогда конечно очень эффектно смотрится клумба. А в этом году у меня здесь лабелия, но так как неоднократно я уже говорила в связи с тем, что погода была неблагоприятная мы торопились и в общем-то как попало пришлось все высаживать. И вот такой вот трахелиум выращивается. Он из семян. Есть у меня где-то по-моему в обзорных роликах я его показывала. Вырастить его довольно-таки просто. Вот из одного семечка получается вот такой вот куст. Тоже его можно прищипнуть. Но я в этом году их прищипнула, но поздно. Нужно было пораньше чуть-чуть прищипнуть. Тогда кустик будет более пышный. Вот это вот тоже одно растение вот в клумбочке. В центре он у меня сидит. Его бы конечно подвязать уже нужно. Так как в общем-то ветра очень сильные. Плюс еще дожди просто ливневые у нас. И конечно немножко вот так вот деформируются растения. Стволик немного прибивает вот этими дождями. И вот в общем-то вот такие вот хорошенькие соцветия. Зонтичные называется. Такие соцветия. Но вот я надеюсь на камеру будет видно. Это просто нежнейшие соцветия. Как вуаль какая-то. Прям милота необыкновенная. Очень красивая. И конечно если бы обрамление было в желтых тонах, то гораздо эффектнее бы смотрелось оно. Всем рекомендую выращивать такое растение. Вот оно. Еще раз покажу. Довольно таки легко выращивается. Но при этом смотрится красиво. И цвестись сейчас он будет довольно таки долго. После того как вот это вот вот эти соцветия, которые уже распустились, они начнут увядать, я их срежу. И срежу довольно таки низко. Прямо вот так вот. Вот полностью со цветоносом срежу. И будут распускаться. Надеюсь если будет теплая погода, из боковых пазух он вновь будет выдавать вот такие вот зонтики соцветия. Смотрю так по телевизору, везде жара стоит. Но Урал как-то жара обходит в этом году. Что в начале лета у нас было холодно. Что сейчас вот уже ночью бывает и 6, и 8 градусов. Вот где конкретно у нас находится садовый участок. В общем-то 10 градусов ночные температуры. Не очень конечно это хорошо для растений. Но тем не менее все равно все мы выращиваем. Без урожая не остаемся. И цветами тоже любуемся. Вот такие вот красотки. Здесь еще покажу у меня астры. Тоже я их выращивала сама. Из семян это астры фирмы Биотехника. Здесь у меня несколько сортов. Но я собственно говоря их не стала здесь подписывать. Когда они распустятся уже будет понятно, что это за соль. Я вам покажу. И вот сейчас покажу еще трахелиум на другой клумбочке. Ну собственно говоря почти такой же. Вот видите, вот на второй клумбочке тоже трахелиум. Да, он любит солнечное место открытое. Его не нужно сажать в притяненном месте. Иначе он будет не очень хорошо цвести. И так вот он довольно таки долго сейчас будет раскрывать. Вот эти зонтики соцветия. Здесь у меня немного притянено. Дальше там у меня видите георгины. А тут по бокам я посадила. В этом году решила посадить амарант. Причем брала амарант низкорослый. Всего 40 сантиметров. Но он вот у меня где-то метр двадцать вырос. И не очень меня это устраивает. Он здесь притяняет эту клумбочку. И вот еще посмотрю немножко. Возможно даже вот эти вот боковые два амаранта я уберу. Так как все-таки я хотела низкорослые амаранты. Но тоже думаю, что я сама скорее всего виновата. Почему они у меня такие вымахали огромные. В общем-то я их дважды поливала агатом. А агат он все-таки как бы дает такую силу что ли растениям. И они растут более крупными. Вот в общем-то моя видимо вина. Вот еще раз покажу вот такой вот. Астрахелиум просто красавец. И вот тут вот у меня тоже астрочки уже вот-вот распустятся. Ну как астры распустятся я тоже вам покажу. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok